Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, и постараемся разобраться, чего больше в семейной жизни, счастья или негатива? Ну, тут можно ответить, для кого как. И мы поэтому для того, чтобы понять, где этот водораздел, где счастье заканчивается, начинается негатив, и наоборот, негатив может закончиться, и начинается счастье, должны заглянуть в послание апостола Петра, в его первое послание, в третью главу. Там он дает наставление, это наставление не общее, именно наставление мужам и женам, то есть семейное наставление. Мы его не будем целиком читать, прочтем его центральную часть с 8 и по 11 стих. Наконец, будьте все единомысленны, именно все единомысленны, потому что до этого апостол Петр говорил отдельное указание женам, отдельное указание мужьям. Теперь вот общее указание. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Тут апостол Петр потихонечку начинает цитировать стихи Псалма, но как они переосмысляются вот с его некоторыми стартовыми словами, что если ты берешь и хочешь счастья в семье, ты можешь оценить и ответить на вопрос, вот чего больше в семейной жизни. Берешь и смотришь. Чего больше в моей семейной жизни? Сострадательность, братолюбимые, милосердие, дружелюбие, смиренно-мудрые. Если этого больше, значит счастье в семейной жизни больше. Если у тебя в семейной жизни есть удержание от зла, от зла в том числе в плане языка, причем даже начинает не с дел, а начинает именно с перечисления того, что язык свой от зла удержал. То есть если ты в семейной жизни, ну и, конечно, твой супруг, твоя супруга тоже удерживает язык своего зла, то тоже в семейной жизни будет больше счастья. Хотя да, каждый человек грешный, и на сердце зло может быть. Но если ты его не высказал, уже будет больше счастья. И уж тем более, если ты берешь и удерживаешься от зла по каких-то поступках. Не делаешь их. Да, тоже вот уже апостол Петр начинает цитировать ветхозаветный отрывок, где пока речь не идет о том, чтобы душу свою контролировать, но хотя бы вот свои поступки проконтролировал, чтобы они не вылились, не причинил зло своему самому близкому человеку, мужу, жене. Если ты это сделал, то уже, конечно, счастья будет больше. И тоже некоторый итог вот в 11 стихе, то, что мы смотрели, ищи мир и стремись к нему. Если есть стремление к миру, если есть стремление к миру, а не к справедливости, не к разбору полетов, не к решению проблем, в кавычках, а вот именно ты хочешь именно мира в семье, то действительно счастья будет больше. Тут, конечно, можно возразить, батюшка, вот там муж, например, пьет, я его не хочу беспокоить или отрывать его от компьютерных игр. Это что, я стремлюсь к миру? Вот вроде я к миру стремлюсь, а счастья нет. Так нет, это не мир, это война. Ты, Господь же, через апостола перед этим сказал, делай добро, уклоняйся от зла. А если ты своего мужа своим молчаливым одобрением подталкиваешь к бутылке или к игромании, то где же тут добро? Или удержи язык свой от зла, ты, конечно, не должна его там брать и ругать. Ах, ты пьяница, ах, ты игроман, да, как я тебя там ненавижу. Ни в коем случае. Но это не значит, что язык нужно от добра удерживать. Ты берешь и все-таки от добра язык не удержишь и уговариваешь, лаской, с любовью, показывая, что ты не хочешь человеку навредить, а хочешь ему какое-то доброе дело сделать. Если ты так делаешь, то тогда уже ты находишь настоящий мир. Мир, который не основан на том, что греху друг другу потакать, а основан на том, что вот тоже возвращаясь с начала этого отрывка, что сострадание, да, человек другой более слаб, но я ему больше страдаю. Единомыслие, что все-таки единомыслие должно быть. Могу я этим единомыслием согласиться, то, что вот, ну, надо каждый день выпивать. Не могу, значит, надо искать другое единомыслие. Да, а если наоборот, ой, у человека, ну вот да, ему там что-то нравится, есть какое-то хобби, хочет он там с друзьями пойти, иногда выбраться, футбол поиграть. Но тоже, если не может он от этого отказаться, то ничего страшного. Могу я допустить это? Могу. Могу я что-то потребовать взамен? Тоже могу. И тоже вот некоторые единомыслия друг другу наступаешь. И, конечно, милосердие. Милосердие, потому что вот, да, человек может быть неправ. Супруг-супруг. И она говорит, все, отказывайся от счастья, находи негатив, пусть будет больше негатива в семейной жизни. А ты проявляешь милосердие, и вот эта яма, как по дороге, вот едет машина, там, яма, и может там колесо отлететь на наших русских дорогах. Не, ну если у тебя есть милосердие, то тебя эта яма не выбивает из колеи, а ты как маленький настил, временный. Это не постоянно, это не то, что ты дорогу выровнял, но ты вот как через какой-то ручеек, через речку положил пару досочек, и по ним уже перебрался. Точно так же и здесь, и здесь вот этим милосердием ты вот эту яму покрыл. И тогда уже получается, получается, что в семье счастье сохраняется лучше. Это не значит, что негатива не будет. Да, негатива не будет, идеален брачный союз был только в раю до грехопадения. Сейчас он никогда не идеален, всегда будет негатив. Но, как и правильно сказано в вопросе, да, чего же больше? А вот чего больше, негатива или счастья, зависит уже от нас. Прежде всего от нас самих, но во вторую очередь от нашего супруга. Субтитры сделал DimaTorzok